Приветствую! Сегодня хочу немного рассказать. Мне один зритель написал интересную информацию. Я подумал, наверное, будет это работать. Это, скорее всего, для тех, кто боится пить перекись водорода, кто ее не пьет по тем или иным причинам. Это не важно. Если я делаю компрессы и мне проникает в мышцы перекись водорода и помогает тем, кому помогает, но не пьет, можно попробовать. Допустим, у вас проблемы с кишечником, с желудком. Попробуйте ставить компрессы на живот именно. Просто на живот. Вот. Возможно, это тоже поможет. Потому что, так как на сегодняшний день прекрасно понимаю, что перекись проникает вовнутрь, значит, не обязательно каждому пить. Также я делаю новое упражнение. Случайно у меня получилось. Сел по-казахски. Решил вспомнить Казахстан. И случайно получилось. Просто решил наклониться вниз и подтянуть спину немного. Но потянулись совершенно другие мышцы. И почувствовалось это очень отлично. Можете сами попробовать. Прикольно. Я сейчас покажу. Сел вот так. То есть по-казахски. Потом ноги сделал вместе. И решил наклониться. Максимально, насколько это возможно. Вот эти внутренние мышцы ног очень сильно растягиваются. Если вы попробуете, вы сразу это почувствуете. Также спина тянется. Не очень сильно при этом упражнении спина тянется. Но, тем не менее, она тоже немного тянется. Но эти мышцы отлично тянутся. И еще хочу рассказать сегодня. Я уже с мая месяца начал это пробовать. И на сегодняшний день я понимаю, что это работает. Не очень, конечно, там прям на 100%, но помогает. Серьезно помогает. То есть весной я ходил к врачу, к стоматологу. У меня были зубы серьезно уже желтые. Я ее спросил, можно что-то сделать с зубами, чтобы они стали белее. Может отбелить как-то. Она достала там у них такая есть специальная по цветам. Посмотрела, говорит, сколько тебе лет, столько. Говорит, для вашего возраста это нормально. Я считаю, что это ненормально, когда зубы желтые. И знакомая мне сказала, это было в мае месяце прошлого года. Сейчас попробую растительным маслом полоскать. Интересно, конечно, каким образом растительное масло отбеливает зубы. Но тем не менее, на сегодняшний день у меня почти белые зубы. Единственное, чуть-чуть сверху слегка желтоватые остались. Но намного лучше стало. То есть это надо, конечно, каждый день. Если учесть, что я иногда забываю. Желательно после еды, можно и 2, и 3 раза полоскать. Но так как скалероз работает, дело свое делает. Поэтому не всегда полоскаю. Думаю, если бы стабильный полоскал, то, наверное, совсем белые зубы были бы. Так что эта информация для вас, Коди Лис. Подожди, не пища. Пискун. Попробуйте. Думаю, все знают, что растительное масло убивает бактерии и так далее. То есть тоже работает неплохо. Даже можно не полоскать перекисью водорода. Я полоскаю маслом. Ну, также полоскаю нос. Когда полоскаю нос, это нечасто бывает. Нос не работает. И я, естественно, развожу, как всегда, 1 мл на 50 мл воды. Тепленькой. Споласкиваю нос. Двумя миллилитрами примерно на одну ноздрю. На вторую сполоснул. Горло, зубы, все. Рот сполоснул. Нос отлично опять работает. Но, тем не менее, каждый день стараюсь. По утрам, по крайней мере, я растительным маслом полоскаю зубы. И зубы становятся, как ни странно, намного светлей. Это такая небольшая информация. На этом, пожалуй, на сегодня все. По поводу живота, если кто не пьет, и желание есть такое, попробовать. Попробуйте просто компресс на живот. Если у вас с кожей ничего отрицательного не происходит от перекиси, то компресс на живот попробовать. Вполне возможно, что в живот также будет перекись проникать и тоже поможет. На этом все. Всем удачи, здоровья, не болейте, пока.